Так, запишем тему Рекции Термодинамика Процесса переноса тепла На прошлой екции мы с вами изучили общий формальный аппарат термодинамики Вспомним, на каких основных законах строится формальный аппарат Первый – это закон изменения свободной энергии Не сохранения, а изменения Почему? Потому что свободная энергия не сохраняется А переходят другие виды энергии Поэтому закон изменения энергии Его форма достаточно проста Так, то что Две ямры Вперед Продолжение следует... Его форма достаточно проста Та энергия, которая поступает на пункт Поступает в систему Идет на организацию внутренних неравновесных процессов Формализуемых То, что мы можем формализовать И на другие неравновесные процессы, которые мы не хотим формализовать Которые мы называем потерями И накапливается свободная энергия Потому что лям на f Это есть некоторое r минус f нулевое И эта функция больше нуля И равна нулю в состоянии равновесия То есть накапливается еще свободная энергия Мы разобрали достаточно Количество Примеров Где это, безусловно, выполняется Тема сегодняшней лекции Должна Нам Значит Связана С теплопереносом Процесс переноса тепла Который вы изучали на первом курсе Я здесь подгоню мне вторую черту И вот начинается материал нашей лекции Закон Фурье Это вы изучали на первом курсе Градиент векторная величина Поэтому я здесь не пишу Поток тепла Коэффициент теплопроводности Знак минус Мы поясняли, почему знак минус Лямбль величина положительная Поток направлен в другую сторону Относительно Градиенты Есть системы Изотропные Например Изотропная среда сплошная Вектор Потока Мы его теперь будем обозначать ИКУ А это значит, что ИКУ Равно В старых обозначениях Это в новых А это Градиент Температуры А это какие-то температуры Т1 Т2 И Т3 Скажите, пожалуйста Исходя из физического смысла Тепло Передается в сторону каких температур? Больше или меньше? Меньше Тепло Тепло Поток В сторону Меньше температуры Значит Т1 Меньше Чем Т2 Т3 Тепло Передается Среда Градиент Оправлен Противоположную сторону А не запропные среды Припишите Это не запропные А это Градиент Например Направлен Вот здесь Создаем мы Каких-то Экспериментов А поток Будет направлен Тепловой Вот сюда То есть Эти векторы Градиент Температуры И поток Тепла Не являются Коллинеарными Типичный Случай Изотропной Среды Тогда Лямда Если здесь Была Скалярная Величина Скалярная То здесь Будет Тензор В литературе Можно почитать Про теплопроводность В изотропных средах Но этим Не ограничивается Процесс Переноса Тепла Это Так называемый Закон Фурье Он является Феноменологическим То есть Он получен На основании Наблюдения Над природными Явлениями Какие Вы еще Знаете Законы Закон Фурье Фика Ньютона Ну и так далее Это мы изучали С вами На первых Фурсах Наша задача Объяснить Откуда Появляется Уравнение Теплопроводности А Оператор Лапласа Т Плюс В ЦВ РО А Коэффициент Температура Теплопроводности Это Лямбга Деленая ЦВ РО ЦВ Теплоемкость РО Плотность Почему Поставлена Если Это Среда Жидкость Или Твердая Среда То Без разницы Нам писать ЦВ Или ЦП То есть Теплоемкость При постоянном Давлении И теплоемкость При Постоянном Объеме Или при ЦП Например Нет Давайте Здесь ЦВ ЦВ А можно Заменить ЦВ На ЦП Теплоемкость При постоянном Давлении Для газа Вы помните Отношение ЦП ЦВ Равно Какой Величине Гамма 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 Величина 1,4 Если Вы Это Помните А Для Жидкости И Твердых Сред ЦП Равно ЦВ То есть Отношение Это Равно Единицу Вот Это Уравнение Называется Параборическим Уравнением Теплопроводности Температура Проводность Дубль В Это Мощность Внутренних Источников Тепла Например Осуществляется Нагрев Электрическим Топом Стержем И Нас Интересует Распространение Температуры При Вот Этой Выделяемой Мощности В Ядерном Реакторе В Солевом Например Солевые Реакторы Там Тоже В каждой Единице Выделяется Тепло За счет Ядерных Реакций И Оно Отводится Поглощается То есть Это Может быть Сложной Функцией Источников И Как Это Величина Называется Стоков Источников Выстока Что Описывает Температура Температура Описывает Здесь Есть Функция Координата Х Игри З И Время Задача Спрашивается Задачи Которую Мы решаем А мы Сознаем С вами Термодинамику Процесса Переноса Тепла Что Нас Интересует Нас Интересует Поведение Энтропии В процессе Переноса Тоже Пункция Икс Игрик З Идет Скорость Изменения Энтропии В каждой Точки Локальной Производство Энтропии Тоже самое Обратимые потоки Энтропии Энтропии Ни слова Ни слова Ни говоря Но С термодинамикой Связано Получение Вот этого Уравнения Теплопроводности А дальше Получение Термодинамических Функций Где это важно Представим Что у нас Химический реактор Идут Процессы Выделения Подлощения Энергии Нас Интересует Тепловое Если мы Делаем Солевой Реактор Ядерный То Значит Очень много Соли Загрузено Сурам Хлор 4 Например И Нас Интересует Выделение Энергии И Естественно Как Меняется Энтропия И скорость Ее Изменения И как Можно Записать Производство Энтропии Если Ковалось В цехе Болбанка Где-то Вот И Теплопроводность Стержня Такого Раскаленного То Нас Интересовало Как Движется Фронт Изменения Энтропии Фронт Изменения Производства Энтропии И так Далее Может Это Не очень Интересно Но Представьте Идут Химические Реакции Где На фронте Выделяется Некоторая Энергия В результате Идут Этих Химических Реакций Мы Определяем Не только Свободную Энергию Но и Производство Энтропии Мы Определяем Скорость Изменения Энтропии И так Дальше И мы Договорились Что если Последовательно Рассматривать Все Свойства То Каждому Переносу Соответственно Должна своя Термодинамика Какие Мы знаем Переносы Помимо Закона Фурье Закон Фурье Закон Фика Помните Закон Фика Какой Масса Минус Профициент Диффузии Градиент С Уравнение Ньютона Перенос Импульса Минус Коэффициент Вязкости А здесь Тоже Градиент По Х С Например Дальше Закон Ома Электрический Ток Минус Ро Да Ро Градиент Фик И так далее То есть Перенос Энергии Перенос Массы Перенос Импульса Перенос Тока И так далее Но мы будем Сегодня останавливаться Только На Термодинамике Теплопереноса Давайте Обратимся Я этот материал Стираю Опять Уравнению Которое Мы называли Один Представим Его Да Чтобы Облегчить Я буду Рассматривать Дельта Р Потерь Значит Нет Примерно Равно Ну Потерь Нет Это существенно Облегчает Нашу задачу В результате Я Представлю Это уравнение Др По Дтр Уравнение 2 Вот из уравнения 2 Мы должны Получить Вот Уравнение Теплопереноса И все Остальные Теплопереноса Теплопереноса Потому что Если вы поймете Этот материал То Вы Сделаете Все Вплоть До Для Электромагнитного Поля Для Там Где Переносится Также На Магниченность Где Уравнение Макселла Является Уравнением Возмущенного Движения И так далее Мы будем Предполагать Что И нас Интересует Ф Как функция Теплопературы Тогда Др ПДТ Др ПДТ а здесь полная производная температура по времени это под это полное изменение температуры по времени подставляем это в левую часть и введем обозначение ну-ка вспоминаем, вот эта величина как называется в термодинамике? S пишем минус S то есть минус S хотя мы рассматриваем неравновесные состояния, но в случае слабых изменений мы здесь можем написать S здесь DT минус S минус S F минус S YQ XQ вот получили уравнение 2 у нас занято уравнение 3 продифференцируем уравнение 3 по времени значит вывод будет достаточно короткий продифференцируем уравнение 3 по времени мы получим следующее уравнение 3 по времени мы получим следующее уравнение 3 по времени в случае фиксированных потоков есть такой термин я пока углубляться сильно не буду в диамоте в вариационных принципах выводы даются при фиксированных потоках могут даваться тогда T нулевое плюс T рассматриваем рассматриваем будем частные производные имея ввиду что полная производная например температуры она будет равна частные производные плюс некоторая скорость если это например в жидкости и жидкость движется а здесь дивергенция температуры так вот если вот эта скорость равна нулю тогда полная производная равна частной вы можете переписать а я здесь просто заменю DT по DT предполагаю что конвективное слагаемое с которой переносится так на тепло отсутствует дальше мы смотрим с вами учебное пособие давайте открывайте на странице 61 61 61 уравнение 34 открыли вот уравнение 34 дальше если мы оставим второе слагаемое вторую производную D2T по DT дважды то мы получим гиперболическое уравнение и это правильный будет абсолютно вывод получения гиперболического уравнения теплопроводности о нем я пока не хочу говорить а говорю о параболическом уравнении то есть нам нужно строиться предположение вот на странице 61 S S с точкой деленное на T гораздо меньше единицы если мы так предполагаем разделим левую и правую часть уравнения 34 на S с точкой в этом предположении переписали то мы получаем уравнение теплопроводности в котором все преобразуется так 100 DT после преобразований вводим A лапласиан T и плюс с какой слагаемой вот там последняя слагаемая T0 вот вот это можно убрать получается T0 Dsig Mayer по Ds это слагаемое мы переводим в следующее T0 D и введем еще по температуре такое сложное дифференцирование Dt по Ds чему равно вот для сегодня вводили посмотрите Ds да CbO учтем что это связано с теплоемностью и плотностью мы мы отсюда показываем что функция источников это есть не что иное как вот эта величина конечно если вы возьмете учебник то вы получите более полный вывод и получите выражение для функции источника то есть функция источника аси мае помните в термодинамике вводилась как то это внешние потоки энтропии через границы а это значит функция источника вот эта она определяет уравнение теплопроводности функцию W в результате мы из этого уравнения и как оно записывается из уравнения 5 получаем уравнение теплопроводности которая у нас тоже обладала каким-то номером посмотрите какую цифру здесь надо написать да то есть что мы сделали мы сделали из термодинамики из закона сохранения энергии мы получили вот это вот уравнение теплопроводности то есть мы получили из термодинамики дифференциальное диффузионное оно называется уравнение и если бы мы не принебрегли этим членом то мы бы получили вот здесь бы стояло у нас еще вот это слагаемое с временем релаксации это было гиперболическое уравнение теплопроводности давайте теперь остановимся кратко на свойствах это уравнение в математическом отношении первое госмагистратуры это замечательно потому что мы как бы приводим в соответствие свои знания я вас кое-что спрошу итак уравнение теплопроводности оно справедливо точки какой-то малой от крестности какой-то точки в каком-то фиксированном объемчике объеме очень малом но справедливо как бы в точке дальше это уравнение линейное нет линейное линейное уравнение теплопроводности является линейное с источниками чтобы его решить что нужно поставить краевую задачу как формулируется краевая задача записывается само уравнение граничное и начальное условие эти граничные и начальное условие и уравнение теплопроводности составляет так называемую краевую задачу например стержень дали нагреть с одной стороны в результате мы решаем уравнение теплопроводности при выбранных начальных и граничных условиях это диффузионное уравнение как вы думаете задание начальных условий сколько должно быть начальных условий для значит гиперболического уравнения теплопроводности для диффузионного одна условия для гиперболического будет два по крайней мере таких условий так теперь нам осталось кое-что дальше поработать если сигма е не зависит от температуры сигма е не зависит от температуры то можно показать что сигма е равно в делить на t нулевое вот здесь мы должны были учесть следующие соотношения при выводе поток равен коэффициент ванзагера все равно минус лямб градиент c дома доведите этот вывод до нуля я конечно мне самому не нравится когда очень много математики но тем не менее хотя бы на одном примере я полностью вам это покажу другие примеры я просто буду результаты примерить вот x равно минус единица на t нулевое градиент t вот откуда оно появилось и дало вот это слагаемое так и коэффициент анзагера это будет лямбда t0 так сейчас я посмотрю здесь t0 должен был писать квадрате лямбда t0 в квадрате и воздействие и воздействие получаем получаем из такого вывода то как какие мы получаем дс АДТ равно Сигма Е плюс Сигма И и равно нубль В на Т нулевое. Плюс Гамда Т нулевое Градиент Т в квадрате В той точке в которой мы определили Т Х, Y, Z и Т Мы определили тем самым С в этой же точке Х, Y, Z и Т Тем самым мы определили Сигма Е Сигма Е это тоже Сигма Е функция Х, Y, Z и Т И дальше Сигма и производство энтропии Х, Y, Z и Т В этой же точке в которой определена температура Вот вам расчетные формулы для определения скорости изменения энтропии В любой точке сплошной среды, если температура появляется по уравнению теплопроводности с источниками Конечно, эта задача достаточно тривиальная с одной стороны Но когда вас кто-то попросит, например, написать в огнение Максвелла термодинамику таких систем То сразу вы и не напишите Для этого надо создавать термодинамику электромагнитных процессов Итак, мы определили ДС по ДТ Дальше Ну-ка, сообразите ДФ по ДТ Чему будет равно? Ну-ка, сообразите Равно Минус Т нулевое С с точкой Полное производное То есть Т0 нужно умножить вот здесь В результате получаем ДФ по ДТ Равно Минус Так Что мы получаем? Ну-ка, получите Чему это? Ну-ка, что вам это хранить? Ну-ка, что вам это хранить? Ну-ка, что вам это хранить? Что-то получается Минус Минус Дубль В Дубль В Нет, просто Просто Дубль В Нет, просто Дубль В А, нет Дубль В Просто И Чем будет отличаться от этого? Минус И здесь Т0 Одно сокращается Плюс Лямбда Лямбда На Т нулевое В первой степени А здесь Градиентский Квадрат То есть Если Вполне возможно Я Где-то Допустил Здесь Некочность Ну, проверьте Это Экредитация То есть Мы получили Скорость Изменения Свободной Энергии Чем Определяется Знак С Нас Например Интересует Самоорганизация Тепловых Процессов Что Должно Выполняться Вот эта функция Может иметь Любой знак Почему? Выделение И поглощение То есть Это Плюс Минус И в учебнике Достаточно Хорошо Это Расписано Вот Эта функция Это Производство Энтропии Всегда Больше Вот эта функция Больше Или равно Нулю Мы получаем Условия Самоорганизации Это Когда Действуют Стоки Есть Производство Энтропии И мы получаем Вот такую Термодемию То есть Свободная Энергия Будет Уменьшаться В соответствии В соответствии Вот с этим А внутренние Источники Может Могут Поддерживать Запишите Этот вывод Увеличение Свободной Энергии Итак Диссепация Рассеяния Энергии Понятие Диссепация Связано С растением Энергии Мы показали Что Диссепация Производство Энтропии Уменьшает Свободную Энергию Энергия Диссеп 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 Вот А внутренние Источники Могут Поддерживать Определенные Виды Структуры Что нам Осталось Из термодинамики Пройти Я не хочу Писать Громоски Всего Трефор Что нам Осталось Теорема Пригофина Итак Для тепловых Процессов Надо Доказать Теорему Пригофина Мы говорили Что доказательство Физических Теорем Или Теорем На физическом Уровне Всегда Нужно Для Развития Ума Это Главное Что нам С вами Нужно Теорем Рекунов Что нам Теорему Нет Надо Доказать Теорему Пригофина А хоть как Любыми способами Кто-то По одному Пути пойдет Я сказал Кто-то По второму Я даю Специально Время На раздумья Потому что Легче всего Слушать Записывать Не думать А нам Важно С вами Развитие В учебнике Например На странице 64 Какой способ Кто его Изложит Производство Энтрофии Дается Через Лямбда Т В квадрате Градиент Т В квадрате Так Вы должны Получить 3,6 Уравнение Уравнение 3,6 Кто получит Понимаете А кто-то Подумает В чем Смысл Теоремы Пригозы Она Справедлива Только Для Линейной Систем Для Нелинейных Она Несправедлива Это мы Говорим Вы Найти Должны Определение Д Сигма И По ДТ По Времени Кто Получил Почему Молчит Сегодня Уже У вас Грустные Лица Хотел Я Второй Вопрос Читать Но Думаю Что Не Педагогично Читать Процесс Диффузии Снова С выводами Но Я Уже Придумал Что Я Буду Делать Итак Кто Доказал Киарему Пригоз Помните Как В Экзетерии Экзетерии Военный Верчик Хурсант Экзетерии Мы Почему Не взяли Интеграл Большой Писатель Сидел И Решал Математику Ну Что Читали Экзетерию Не Читали 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 Военный Верчик Я Тоже Не Помните Ну Хотя Был Прекрасный Писатель Обрал Интеграл Итак Получили Теорему Пригозу Кто Прочитает Эту Теорему Скавайте Производство Энтропии В открытой Неравновесной Системе При постоянных Граничных Условий Вер Осуществляется Так Уменьшается Точнее Уменьшается И принимает Минимальное Положительное Значение В каком состоянии Стационарно Стационарно Вот Помните Эйфория была В конце Прошлой Лекции Вам все Было Понятно Все было Красиво Был Стрес Эмоций Производство Энтропии В виде Произведения Потоков И сил Было Чрезмерно Большим Вот А теперь Оно Нормализовалось Пришло В норму И сегодня Это воспринимается Как некий Скучный Материал Которым Занимаются Физики Чтобы скрасить Своё Одиночество Наедине с формулой Экзепери Наравнее Потоков И сил В соответствии С каким Принципом Ве Штылье Брауна Формируется Внутренний Формализованный Процесс И есть Потери Потери Это Неформализуемо Но Потери на звук Вы хотите Учитывать При работе Трансформатора Потери на звук Или в клетке Потери Связанные С вирусами Лежащие На мембране Это то Что образуется Внутри И производство Энтропии В виде Произведения Это то Что производится В этой системе Оно связано С тем Что производится А обратимые Потоки Энтропии Связаны С тем Что поступает В эту систему И что Забирается Что это Не очень Прозрачное Определение Производства Энтропии Да Это Придумали Брюссельской Школы И мы Вынуждены Пользоваться Так же Как Теория Катастрофы Производство Ну мы говорили Ассоциируется С чем С тем Что производится В системе Что производится В системе Я прихожу Со своим потоком Информации Дефицитом Информации Читаются лекции Для того Чтобы вызвать Отклик Какой-то Поток Знания Поток Эмоций С определенным Дефицитом Информации Что это Историю Не хватает Какого-то Факта Чтобы объяснить Включить Его в теорию Вам не хватает Еще чего-то Дефицит Информации Является Параметром Характеристикой Неравновесия Именно Он определяет Сила Термодинамическая И поток Они являются Характеристикой Неравновесия Так вот Энтропии Производства Но Во всех Примерах Мы Достаточно Подробно На прошлой Лекции Это объясняли Было Так Было Так Значит По Дефузии Я чувствую Как опытный Достаточно Преподаватель Что Утомлять Студентов Выкладки Математически Может быть Даже Вредно Выкладки Я сделал Ошибки Исправили Поэтому Следующий Вопрос Я даю Чтобы Вы Выписали Термодинамику Процессом Дефузии Итак Тема Следующая Лекция Оставляйте Три Страницы Термодинамика Процесса Переноса Масса Уравнение Параболического Тиха А теорема Пригожина Доказывайте А как Вы доказали Когда успели Я даже Не заметил Кто доказал Кто Все Замолчите Но я понимаю Если сказать Доказали И Идите К доске Откуда Она Доказывается Давайте Я Попробую Доказать Теорему Не доказали Но я Заспециально На Самостоятельном Ну что Все Перепишите Один Сплошной Поток Положительных Эмоций Да А думать Сами Разучитесь Это Неправильно И Это Рецепт Поможет У нас Уважать 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 С вдвоем С виду Дифференцируем по времени и выносим. Дифференцируем по ДТ, это один способ доказательства, равно минус дубль ВДТ минус Дифференцируем по времени и выносим это слагаемое вправо, то это будет единица на ДТ по ДТ Дважды Вот эта величина равна нулю в силу какого положения? Постоянство граничных условий, здесь же изменяется во времени, а у нас источник постоянный, равно нулю Тогда отсюда следует ДФ по ДТ ДТ, если ДТ меньше равняется нулю, ДТ с точкой ДТ больше и равняется нулю, если добавить ДТ нулевое, как это вы делали на прошлом занятии И получается, что величина этого знака будет определять вторая производная больше нуля Тоже запишите Тогда больше нуля, здесь знак минус, и тогда получается здесь, проверьте знаки, что ДСигма и ВДТ меньше и равняется нулю Ну понял Почему F с двумя точками больше нуля? Мы рассматривали этот пример для знакоположительной функции Это функция лямбда больше нуля Что такое F? F минус F нулевое, вот эта явность, больше равняется нулю Лямбда с точкой меньше нулю И для устойчивых есть такая теорема в матанализе Как вы ее здесь учтете? Первая функция больше нуля, вторая, первая производная меньше нуля Тогда для устойчивых процессов R лямбда с двумя точками будет больше нуля Тогда здесь работает этот знак и вот это будет меньше Второй способ какой? Сигма и взять через лямбда Как учебники сделали, продифференцировать и вы получите эту вещь Итак, я отдаю в руку термодинамика процессов переноса массы Поработайте с этим материалом и вы пишите уравнение диффузии Получение, ну не столько получения уравнения второго закона Фика Сколько? Выписать термодинамические соотношения Диффузионные процессы любят изучать кто? Химики, ну и физики тоже В диффузионном процессе идет диффузия от одной, например, поверхности к другой поверхности В каком-то выделенном направлении И честно говоря, утомлять вас выводами тем более что Я бы не хотел Поэтому, пожалуйста, возьмите вот эти материалы Я Диме отошлю в электронном виде эти материалы И вы заберете в него эта оставшаяся часть А я вам расскажу Да, диффузию По электромагнитному полю Ну там что еще надо рассказывать? Все свойства переноса Но я не хочу вам рассказывать Потому что, зная вот эти выводы, вы можете, взяв книгу, получить и вывести Поэтому напишите, значит, следующее заглавие Теория катастроф, что это такое? Договорились, что диффузию сделаете, да? Теория катастроф, что это такое? До сих пор мы изучали с вами линейный процесс Что такое линейный процесс? Линейный процесс это когда производство энтропии меняется по параболе Вот это сигмаи Ну мы говорили с вами задачу По заболеванию человека Было такое? На самом деле Такое состояние, если мы пишем и говорили Состояние больного, если мы описываем в линейном приближении Оно всегда устойчивое Как бы вирусы не отклоняли наше состояние Мы вернемся к какому состоянию? Стационарному Это состояние Осуществляется в соответствии с теоремой Пригозлина Это вы знаете Однако в нелинейной задаче Появляется еще один экстрем Поэтому вот следующая часть лекции Будет связана больше с геометрией, чем с математикой Для заболевшего больного можно попасть в это состояние Это метастабильное состояние Оно относительно устойчивое Человек может заболевший пневмонии, например, находиться в этом состоянии очень долго Как нужно излечивать? Антибиотиками? Колоть целый месяц А они вредны для организма Знаете, чем вредны антибиотики? Если попадают внутрь То они Даже Они убивают все бактерии А есть полезные Бактерии И антибиотики Убивают И полезные Поэтому Запомните Что антибиотики Можно применять По Рекомендации врача А лучше бы не применять Ну и Под наблюдением врача Так вот Можно вывести из этого состояния Вот в это Предояв потенциальный барьер Это устойчиво Всегда устойчиво А это Здесь глобальная устойчивость Запишите А здесь Локальная устойчивость Поэтому Приближение линейных процессов Оно условно Кому интересны линейные процессы Я по крайней мере Я по крайней мере Занимаюсь Вот этими Нелинейными процессами Уже Порядка Тридцати лет Итак Теория катастроф Катастрофа сборки В 1972 году В 1972 году Большой математик Тома Тома В русском том В 1972 году Придумал Новый метод Определение устойчивости Для нелинейных систем Давайте начнем В чем его суть Свою теорию Он применил впервые в биологии Арнольд Он умер Академик наш Выдающийся Исколы Калмагорова Пропагандировал сильно эту теорию А кажется много задач решается Например Описание состояния больного Например Вы завтра придете на рынок Начнете Торговать Бизнес Строить Еще чего-то Вы знаете Что маршал Придумал Придумал Значит Такую Кривую Кривую Спросы и предложения В этом Цена Запишите А здесь Объемы товара С увеличением цен С увеличением цен С увеличением цен Спрос Падает А предложение Растет Почему Спрос это нечто внешнее Экономический Экономический человек По отношению К Его спрос По отношению К Экономике Ведет себя Как внешнее Значит Его Состояние Его спрос Как внешнее Проявление Связанное с его Интеллектом С потребностями И так далее Так вот Этот спрос С увеличением Цен Падает А производство Чем больше цена Тем больше Стараются Производить Например Это измеряется Штук В месяц А это Рублей За штуку В принципе Это линейная Система Это Точка Равновесия Покупаете Вы Товар По Этой Цене А Продаете По Какой По Этой Цене Все Что Вы Выручили Вы Получили В форме Прибыли Вот Эта Область Линейная Эта Если бы мы Приняли сразу Ее за основу То мы бы поняли Что Это линейная Система И рынок Всегда устойчив Но мы Подсознание Помним Что на рынках Бывают Кризисы А это значит Что В нелинейной Задачи Этот же график Изменяется Вот таким образом Изменяется Таким образом Вот Точка Равновесия И еще Точка Равновесия И вот Эта Точка Равновесия Это График Маршала Выдающийся Экономизм Позапрошлый Весь Рынок Работает Вот Собственно По Таким Зависимостям Все Эти Зависимости Имеют Экономический Смысл Наклон Характеризует Так называемую Эластичность Что Такое Эластичность Если Вы Рассмотрите Л И И То Если Это Будет Приращение Производства Приращению А Нет Давайте ХЕ Так Образней Д ХЕ Коффициент Эластичности Показывает Приращение Объема Производимого Товара К Изменению Цены Афристика Хорошая Рынка Меняется Цены Спрос Готовы покупать По большим ценам Значит производим Коффициент положительный Ну Вот Этот рынок К сожалению Работает не всегда Возникает вопрос А что Будет Если Если У нас Система Сильно Отклониться От этого Равновесия Вот Маршал Вот В этой Области Система Моментально Пойдет К точке Равновесия Вот К этой Но Здесь Считается Точка Неустойчивой Равновесия Катастрофа Катастрофа Сборки Я Я Рисую Вот Кривую Все Нарисовали Рисунок Пойдет Выше И ниже Затем Затем Я Отсюда Провожу Вот Эту Точку А Эту Линию Уходят Точка Схода Линия Горизонта Я Получаю Вот Такую Кривую А Здесь Какой-то Вектор Х Вот Эта Плоскость Это Называется В теории Катастроф Лист Состояние В Синергетике Он имеет Самое Непосредственное Отношение А теперь Я рисую Проекции Вот Этой Линии Вот Сюда И Проекции Вот Этой Линии На верхнюю ось И Это Как бы Отпечатывается Все На листе Бумаги Это Лист Состояний Это Лист Управляющих Не видно Лист Управляющих Параметров Что это такое? Это Значит Если Вы Будете Рисовать 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 Кубическое Уравнение В Следующем Виде Х Кубе Плюс Ах Плюс Б Равно 0 То Этому Уравнению Соответствуют Все Три Корня Вот Этой Коскости Например Я Прошиваю Иглой Она Проходит Вот Здесь Через Нижний Лист Потом Она Проходит Здесь Это будет Х1 Х2 А Это будет Х3 Оказывается Вот Начиная с 72-го года Прошлого века Очень Много было Спекуляций Какие спекуляции А Решалось Все Например Это Хвойные Леса Пусть А Это Лиственные Леса Можно Постепенно Леса Эти Лиственные Перевести Хвойные Это Непрерывная Вольница А Можно Скачком Дошли И Скачком Изменилась Здесь Непрерывно А Здесь Скачком Тоже Неудачное Название Теория Катастроф То есть Параметр Порядка Как сказал бы Физик Вы уже знаете Что такое Параметр Порядка Это Быстрая Переменная Она Меняется Скачком И Таких задач Очень много Например Если Вот это Х1 Это Х2 А Это Х3 То Что Говорит О чем Х1 Переходит В Х2 Тома Можете Как-то Зарисовать И Переходит в Х3 Вообще Большие Математики Они Задачи Свои Рисовные Задачи Посвящают Каким-то Другим Математикам Они Не Работают На Публику Например Тома Посвятил Своим Близким Друзьям Математикам Их Было Четверо А Одному Математику Не Посвятил И Задача Придумал Следующую Задачу Она Спекулятивна И носит На качественном уровне Идет Тома Повестник И вдруг Встречает Медведь Медведь Смотрит На Тома Смотрит На Медведи Это Будет Область Бегства Бегство Вот это Верхнее А это Область Нападения Ну Давайте Проиграем Сценарий Прокрутим Сценарий Бегство Бегство Находился Здесь Состояние Медведя Вот Близкое Бегство Но Вдруг Медведь Вспомнил Что У него Есть Медвежонок Значит Надо Нападать Он Моментально Перескочил На Нижнюю Плоскость И Перешел Нападение И Наоборот Бежал Бежал Потом Медведь Думает Ну Я Нападу На Томат И Нападает Перескапивает Вот Резкое Изменение Это Есть Катастрофа То есть Замена Состояния Одного Но На Другое Состояние Устойчивое Но Неустойчивое Неустойчивое Но Устойчивое Вы Перерисуйте Я тоже Быстро Сколько Минут у нас Осталось Пять Ну Сейчас Закончим На следующей лекции Продолжим А в чем Задача Собственно Что В чем Задача Да А вот Сейчас я Это Расскажу И Вы поймете Что Одной Геометрического Мало Нужно Строить Математику Но Если мы Правильно Построили Математику И В книге Вы Встретите Это А я Возготовлю К решению Таких задач Например Физики Физики Это Жидкость Это Пар Вот Область Метастабильных Состояний Вот Вот Это Метастабильное Состояние Жидкости А Это Вот Здесь Метастабильное Состояние Пара Пар Такое Метастабильное Состояние Пар Вспомним Камеру Уильсона Насыщенный Пар Насыщенный Пар Пролетает Частица И Образуется Трек Из Капелек Воды А Что Такое Жидкость Метастабильная Взять Чистую Воду Кипит Стеклянные Голды Очень Чистую Она Не кипит Сто градусов Не кипит Вросили Чайники А Поскольку Она Находилась В перегретом Состоянии Метастабильное То Это Все Взорвалось И В студенческом Открытие На пол Так Вот Оказывается Можно Взять Нелинейные Процессы Все Описывать В форме Языка Геометрии Я Вас Просто Ввожу В курс Теории Катастроф Потому что Чтение Этих Утомительное Но я знаю Из опыта Что физикам Достаточно Знания Катастроф И сборки Всего Было Семь катастроф Складка Сборка Ласточкин хвост Гиперборическая Амбелика Параборическая Амбелика В общем Семь типов Катастроф Это придумал Тома Оказалось Что это Очень наглядный Образ Вот Таких Состояния Таких Состояния Переходов Между ними Представляете Я Рассказываю Теорию Жидкости И студентам Показываю Где область Перегрет Не метастабильной Жидкости А где пара Видели работу Работы Молекулярной Физической На первом курсе Вот Где метастабильная Жидкость И изучали Кривые Вандер Вальсу Помните Вот там тоже Есть метастабильные Состояния И можно изучать Вот на этом Языке Итак Если мы Сводим Вот это Состояние Состояние Сложной Нелинейной Системы То мы Для рынка Получаем Что характерно Это одно Состояние Это второе Это третье Давайте рассмотрим Как ведет себя Потенциал Посмотрите Я здесь Рисую Потенциал Симметричный Имеет Два Минимума Здесь Один Минимум Здесь Один Минимум Минимум То есть Есть величина В Отрицательное Значение Которое Позволяет Получение На Сепаратрисе Вернее Вот на этой Линии Провалы Обеих Минимум Одинаковы Это значит Как устойчиво Это Состояние Так и это Теория фазовых Переходов Ландау Осуществляется Вблизи Критической Точки Где здесь Критическая Точка Вот это Вблизи Мы имеем Симметричный Потенциал В Ферромагнетике Точка Кюри Тоже Является Критической И так далее То есть Вот эти Потенциалы Говорят Что я беру точку При этом Соотношении А-В И я получаю Вот такой Вид Потенциал Если Мы Попытались Использовать Это Для описания Заболевшего Человека То Что бы означало Симметрия Что С определенной Вероятностью Осуществляется Вот это Состояние И с такой же Вероятностью Определяется Вот это Состояние И Перискок Из одного Вдругого Осуществляется Таким образом А если Было Процесс Воздоровления Один Минимум Поднимается И система Перескакивает В это состояние В состояние Нового Я могу Привести Тысячи Ну Тысячи Я не буду Приводить И Вряд ли Я Сказал Но Можно Привести Множество Задач Где Работают Геометрические Представления Почему Это легко Воспринимается Потому Что Человек Визуальное Его мышление Очень Сильно Развит Если Логическому Мышлению Он учится Всю свою жизнь Затрачивает Масса То Таких Рисунки Человек Быстро Воспринимает Видели Как дети Маленькие Три-четыре-пять лет Шуруют Кидают Кубик И где-то Проваривается Такая есть игра Движение вверх Вот То есть Где-то Непрерывно Ходят Где-то Скачком Меняется Все Уже мысление Созрело И ребенок Там Четырех лет Уже готов Вот эту геометрию Воспринимать Такой Дающийся математик Тома Перевел Математику На язык геометрии И я вас познакомил С первой катастрофой На следующей катастрофе В следующей лекции Я расскажу Катастрофу Складки Укажу Где это применяется И как Начинаются Основы Нелинейной теории До сих пор Мы рассматривали Линейные теории То есть Линейная Термодинамика Теплоперенос Диффузия Уравнение Максвелла Если хотите Вот И так далее Ясно? Вопросы? Нет вопросов? Нет вопросов? Нет вопросов? Всем спасибо! Вопросы Вопросы Вопросы